всем привет это канал на пульсе с вами я врач онколог хирурга тобеков игорь сегодня очень важная тема наши коллеги из сша и немножечко из италии провели я считаю замечательнейшей очень важное исследование на сегодняшний день эта лекция больше для врачей но и пациентов мне думаю тоже будет интересно посмотреть чтобы понимать особенно тем кто хочет разобраться в этом вопросе у кого может быть кто-то не дай бог болеет и всегда можно подсказать докторам потому что сейчас очень много неразберихи очень много разнобоя в схемах лечения нет зачастую четкий схем не четкого представления как лечить коронавирусную инфекцию поэтому всегда можно делиться с вашими докторами по поводу каких-то нововведений и так чем же важна сегодняшняя лекция мы знаем что коронавирус в некоторых случаях вызывает сетокиновый шторм они у меня рассказал до этого что это такое как он работает поэтому если хотите посмотрите ссылка появится на экране сетокиновый шторм это чрезмерно активация иммунной системы она вызывает клиническую картину видимо в виде тяжелой дышки высокой температуры ухудшение общего состояния снижение сатурации могут быть инфаркты инсульты то есть вот усугубление состояния связано с воспалительной бурей так скажем и до этого мы совершенно не знали у кого она будет у кого нет мы знали что в группе высокого риска это допустим пациенты пожилые у кого ожирение у кого сахарный диабет у кого серьезные заболевания легких сердца но данной статье был были проанализированы целая группа пациентов с коронавирусной инфекцией и наши коллеги смогли сделать критерий то есть критерий риска у кого скорее всего разовьется цитокиновый шторм и у кого скорее всего не разовьется и давайте сейчас на этом остановимся что в себя включает тяжелая коронавирусная инфекция ну во первых это расстройство иммунной системы то есть это повышение врожденного то есть не специфического иммунитета и снижение специфического иммунитета то есть специфически это антитела он наиболее точный четкий прицельный против какого-то определенного патогена и он наиболее эффективный они специфические это то что как говорится из пушки по воробьям зачастую это чем организм борется пока нет специфического то есть надо каким-то образом защищаться но мы пока не знаем что это за новая надо вот как-то с этим бороться. Это врожденный иммунитет, он же не специфический. Вот поэтому я всегда против любых иммуностимуляторов, вот эти интерфероны при коронавирусной инфекции, там всякие КГцелы и прочее, потому что любое изменение, любое повышение не специфического иммунитета может вызвать цитокиновый шторм, поэтому не надо этого делать. Значит, нарушение иммунитета при коронавирусной инфекции, повышение врожденного иммунитета. Что мы видим в анализах? Это повышение нитрофилов и это повышение моноцитов, которые будут макрофагами, когда они выходят из кровеносного рульства в ткани, они становятся макрофагами. И снижение специфического. Мы видим уменьшение количества лимфоцитов. Это частая картина при коронавирусной инфекции. Дальше, системное воспаление. Мы хотим, чтобы у нас инфекция протекала вот местно, в дыхательных путях все. Но если возникает распространение процесса, сразу идет усугубление состояния, высокая температура. Мы видим системное воспаление, то есть уже захватывающее наш организм воспаление. И здесь острофазные реактанты повышаются. Я о них рассказывал в другом видео. Если вам интересно, что такое цирреактивный белок, ферритин и другие, можете посмотреть. Итак, здесь мы видим повышение цирреактивного белка, ферритина, триглицеридов, интерликина 6. Дальше, при тяжелом процессе будет нарушаться функция почек. Мы это видим в виде повышения креатинина, мочевины и электролитных нарушений. Потому что эти вещи, они во многом регулируются функцией почек, работой почек. И мы видим повреждение тканей и органов, о котором я вам говорил. То есть, повышение ЛТСТ в биохимическом анализе крови – это повреждение печени. Дедимер, если повышается, это повреждение сосудов. И как раз мы проверяем дедимер, когда подозреваем тромбообразование, тромбозы. Дальше, повышение ЛДГ – это лактат-дегидрогеназа. Она, в принципе, повышается при любых разрушениях клеток нашего организма. Повышение тропонина-1 – это повреждение сердца. Итак, исходя вот из этой информации, которую мы знаем, то есть нарушение иммунитета, системное воспаление, нарушение работы почек и повреждение органов тканей, мы с вами переходим к разработанным нашими коллегами и проанализированным статистически, с хорошей статистической достоверностью, критериям, у кого разовьется цитокиновый штурм, а у кого не разовьется он. Итак, риск цитокинового штурма. Для того, чтобы прогнозировать, у кого мы можем использовать эти критерии. Ну, во-первых, у человека должны быть обязательно симптомы коронавирусной инфекции. Если человек бессимптомный, то эти критерии использовать у него нельзя. Дальше, мы делаем ему КТ и у него видим матовое стекло, типично для вирусной пневмонии. То есть, у этого человека мы все еще можем использовать эти критерии. Дальше, мы берем у него анализ крови и мы там видим цирреактивный белок, который повышен, выше вот этого вот порога, который здесь написан, и ферритин, еще один острофазный реактант, то есть, повышающийся при воспалении. Это ферритин. Если вот эти вот четыре условия соблюдены у этого человека, тогда мы переходим к следующему этапу. Значит, у нас тут есть три столбца. И нам надо по одному пункту хотя бы из каждого из столбца, чтобы было у этого человека. Повышение. АЛТ, СТ. Либо то, либо другое, либо оба. Ну, хотя бы один. То есть, это говорит о чем? О повреждении печени. Страдает печень. Тромбообразование. Это повышение дедимера. Разрушение клеток. Повышение ЛДГ в биохимическом анализе крови. И тропонин. Первый. Это повреждение сердца. То есть, если у человека, у которого есть все четыре условия, есть хотя бы одно из этих. Мы переходим к следующему столбцу и смотрим. Альбумин, это еще один острофазный реактант. Я о нем тоже рассказывал. Но, в отличие от других, он понижается при каких-то воспалительных системных процессах. То есть, мы видим либо повышение, понижение альбумина, либо снижение лимфоцитов. То, что я вам рассказывал, это снижение специфического иммунитета. Либо повышение абсолютной концентрации нейтрофилов выше 11,4. То есть, повышение врожденного иммунитета. И, если есть хоть один из этих, мы переходим к третьему пункту и ищем электролитные нарушения. Как это проверить? Анализ крови на электролиты. Это анализ крови обычный биохимический. А анионовый промежуток, он просто вычисляется, имея электролиты. Значит, повышение хлора, повышение калия. Соотношение мочевины к креатинину более 29. И анионовый промежуток. Что это такое? Это натрий. Это положительные ионы против HCO3 плюс хлор. Это отрицательные. Получается, мы высчитываем анионовый промежуток. Если он меньше, чем 6,8, значит, мы говорим о том, что здесь в этом столбце у нас есть ещё один положительный критерий. Берём пример. Какой-нибудь пациент. У него есть симптомы коронавирусной инфекции. Кашель, одышка, температура, слабость, нарушение обоняния. У него на КТ есть вирусная пневмония. У него повышенный цирреактивный белок и ферритин. У него, допустим, лактат дегидрогеназа в биохимическом анализе больше 416. У него снижены лимфоциты, снижен специфический иммунитет. И у него много хлоридов. Здесь мы уже говорим о том, что у этого человека высокий риск того, что у него разовьётся цитокиновый шторм и ситуация усугубится. Если мы откроем статью, то вот они критерии, о которых я вам рассказывал только что. А вот график, в котором говорится. Вот оно показано усугубление. Синие — это у кого развился цитокиновый шторм. Пациенты, у которых совпали критерии, то есть были положительные критерии цитокинового шторма. А вот у кого не развился цитокиновый шторм. Это не 100%, то есть может быть все критерии совпали, но человек, слава богу, пронесло. Может быть у него критерии не совпали, но у него развился цитокиновый шторм. Но с большой долей вероятности можно говорить, можно прогнозировать, можно ожидать. И может быть этого человека надо пораньше класть в больницу и быть на готове. Лекция сложная. Лекция, я вас предупреждал, больше для докторов. Если у вас есть знакомые доктора, кто занимается коронавирусом, рассылайте им, потому что эта информация новая. Пишите ваши комментарии, впечатления, мнения, ставьте лайки, дизлайки. И я вас жду в следующих видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!